Сегодня вечером мы поговорим с вами о трех загадках семейной жизни. Первая загадка – это загадка времени. Время вечно, время коротко, время есть и времени нет. Спешить нужно, спешить не нужно. Очень интересная вообще штука, время. Правда? Я думаю, когда мы размышляем, над этим очень интересно. Сегодня у нас будет три текста для размышлений о первой загадке. Лучше всего говорить текст из послания апостола Павла к Ефесянам, пятой главы, пятнадцатый, шестнадцатый текст. Итак, смотрите, поступайте осторожно. Не как неразумные, но как мудрые. Дорожа временем, потому что дни лукавы. Очень интересный текст, который говорит о том, что время – это то, чем нужно дорожить. Несмотря на то, что оно вечно, несмотря на то, что у нас впереди вечность, временем нужно дорожить, и это загадка. В контексте семейной жизни, если у нас нет времени на друзей и на семью, то зачем вообще время тогда? Зачем вообще все это, что у нас есть? В контексте воспитания детей это особенно интересно. Так как задача семьи, и причина, почему я согласился целую неделю, две субботы подряд провести здесь у вас, это просто сократить свою очередь пациентов. Ну, как бы у меня на сегодняшний день запись пациентов в клинике в Киеве на июль месяц. Я всегда плохо относился к таким ситуациям. Например, в Германии время ожидания психиатра – шесть месяцев. Шесть месяцев. За шесть месяцев вы можете три раза повеситься, четыре раза броситься под пояс, шесть раз умереть от депрессии, пережить два приступа шизофрении спокойно. Это и выздороветь. Очередь не сокращается, очередь удлиняется. Меня это лично расстраивает, поэтому я готов уделить это время, чтобы публично поговорить о душевном здоровье. Потому что мы все родом из детства. И загадка времени – это одна из загадок, которая удивительным образом либо нас созидает, либо разрушает нас, соответственно, нашей семье. В контексте воспитания детей здесь очень интересная особенность. Дети растут. Дети растут. Моей старшей дочери Даниэле 17 лет. И она уже почти не моя. Ну, как бы она моя, но... Что это значит? Что это значит? Это значит, что... Я чувствую, что она уходит из рук, как бы. Она взрослая, она человек, она личность, она думает глубоко. Она мыслит, размышляет. Она здоровый, зреющий, почти зрелый человек. Младший, 12, она еще поддается в такому влиянию родительскому. То есть где-то до 15 лет, приблизительно, иногда до 13, мы имеем возможность повлиять. Дальше человек плывет в лодке сам, и ты смотришь с берега и вытираешь радость, слезы или не очень радость. И ты дальше молишься, дальше ты включаешь другие вещи, о которых я буду говорить на этой неделе. Но суть проста. Дети вырастут, время уйдет. Время в смысле воспитания детей очень скоропортящийся продукт. Как здесь написано часто на продуктах. Best before. Мы все знаем, что это значит. Лучше до. И вот это before, это до, этот срок годности, он есть. Его никак не обойдешь. Да, понятно, что влияние происходит родительское на детей. Вот, например, не знаю, года 4 назад Данил Данилович, мой тесть, еще был жив. И он как-то приехал в командировку в Киев, был у нас в гостях. И он служитель, прекрасный человек, заменил мне отца. И он увидел, как наши дети скандалят между собой. И в этот же день мы поспорились с моей женой. Я смотрю, он огорчился. Когда у него слабое сердце было, из-за этого корона его и свалила, коронавирус. И я всегда переживал, когда он, он очень близко брал к сердцу вот эти вещи. И он собрал нас с Леной и говорит, они абсолютно точно скандалят, как вы. Просто один в один. Я говорю, да нет, папа. Он говорит, они скандалят, как вы. И я это знаю, и я это вижу. И я это принял. Дети требуют времени, времени немного. Это скоропортящийся продукт, но все равно это повлияло на нас. Мне было уже там под 40, когда он с нами поговорил. И мы все равно влияем на детей. И это поменяло нас. То есть папа поменял нас. Папа поменял на мое отношение к тому, как общаться с супругой. Это актуально, это важно, это срочно. В тайм-менеджменте, в науке о планировании времени есть такой подход четырех квадратов. Я думаю, те из вас, кто когда-нибудь изучали тайм-менеджмент, они знают, что есть четыре квадрата. Например, по горизонтали важные дела, по вертикали срочные, и четыре как бы квадрата есть. Важные и срочные, неважные и срочные, важные и несрочные, и неважные и несрочные. То есть нужно все время понимать, когда ты планируешь свои дела, в каком квадрате ты живешь. Если ты живешь все время в важных срочных делах, значит ты живешь в сытноте, ты неправильно распоряжаешься временем. Если ты живешь в квадрате важных, но не срочных дел, это идеально всего. То есть большая часть времени, когда у тебя занимаются важными и не срочными делами. То есть ты можешь не торопясь, не спеша делать свое дело. Как сказал один из героев Библии, строя стену, восстанавливая эту стену защитную, он сказал, когда его пытались враги отвлечь, он говорит, я занят большим делом, не могу сойти. Помните, о ком речь идет? Как звали этого человека? Абсолютно верно. Мы восстанавливаем, мы постоянно должны отстраивать стену наших семей. Это постоянная, непрерывная битва, это борьба. Тут вариантов нет. Это постоянно. Постоянно дьявол посылает разные свои стенобитные орудия. Мы постоянно должны говорить своему врагу, внутреннему в том числе. Я занят большим делом, не могу сойти. Это важно, это срочно, это то, во что нужно вкладывать. Вкладывать серьезные временные инвестиции. Время его не надуешь, его не растянешь. Можно только некоторые рецепты есть, как его увеличить. Но это время. При этом лучшее воспитание, мы все знаем, что лучшее воспитание, это что? Это наш пример. Родительский пример. Разве нет? Можно массу всего рассказывать, но если ты ведешь себя недостойно. Что твое значит? Ничего не значит. На моей предыдущей работе в городе Ростове-на-Дону, моя бывшая начальница, она никак не могла бросить курить. Она врач-нарколог. Я в своей жизни встречал и пьющих врачей-наркологов, и наркоманов-наркологов. Но, слава богу, она просто курила, скажем так. Тоже зависимо. Она говорит, Юрий Александрович, я никогда не могу даже на круглом столе в ряде курения выступить, потому что мне совесть не позволит, она говорит. Я не могу это сделать. То есть, если у нас есть проблема, дети это все усваивают, акцептируют, переваривают и еще выдают нам по первое число. Лучшее воспитание – это взаимоотношения взрослых. Значит, взаимоотношения есть актуальные, важные и срочные. Значит, это наши взаимоотношения, это и есть основные инвестиции. То есть, в отношении со своей супругой и супругом мы должны вкладывать максимальное количество времени, услышьте меня, и усилий, услышьте меня еще раз, пожалуйста. В отношении с супругой нужно вкладывать эти вещи. Жизнь так устроена. Лукавый делает все, чтобы мы были в другой, в другой степени измерения, чтобы мы находились в рабстве кредитов и желаний. И как бы продолжали это очень интересное явление. Вчера ребята меня спрашивали на молодежном служении, что вам нравится в Америке, что мне не нравится. Мне сложно сказать, что мне не нравится, но я вспомнил одну удивительную вещь, скажем так, не то, чтобы она мне не нравилась. В автосалоне в американском, когда ты приходишь, нет, не висит стоимость машины, висит стоимость кредита за месяц. То есть, ты не думаешь. Люди настолько привыкли, вот раз и обновили, и пошли. Вы представляете, то есть, ты не думаешь, даже не задумываешься об окончании, сколько тебе это будет стоить. Это очень проблемная вещь. Когда ты находишься в суете, ты можешь даже не оценить, во что тебе суета обойдется. А я вам скажу, во что она обойдется. Она обойдется нам в отношении наших детей к нам. А в отношении наших детей с Богом. В отношениях наших детей друг с другом. Мы, мужчины, хотим признания. Хотим, чтобы нас оценивали. И тогда мы начинаем стараться. Женщина тоже хочет признания. Она говорит, я хочу любви. Я хочу нормального признания за свой труд. А дети? Дети хотят любви. Если говорить о потребности, мы все нуждаемся в реализации своих потребностей. Есть три простых уровня потребностей. Многие их знают. Это насущные потребности, базовая вода, еда, воздух, сон. Следующий уровень потребности – это любовь. И следующий уровень потребности – это признание. Второй уровень потребности – это принятие. Он состоит из любви и общения. То есть, как меня принимают, ребенок пытается ощутить эту любовь с самого первого момента к тому, как он родился. Он должен ощущать эту любовь, это принятие, вот это все. Если он испытывает хронический дефицит этого, он начинает отдаляться. Это называется расстройство привязанности. Очень опасное расстройство. В детской психиатрии, в детской психологии – это очень большой проблемный термин. В начале мая будет конференция у нас в России адвентистская по этому вопросу. Расстройство привязанности – очень непростая вещь. Дети-сироты или сироты, которые живут в детских домах, которые росли без родительской любви, они испытывают это расстройство. То есть, они немножко отчуждены, как бы, они не верят в искренние отношения, но если вдруг кто-то проломил их стену недоверия, они с головой окунаются в эти отношения. И эти отношения могут быть токсичными, эти отношения могут быть разнарушительными для них, эти отношения могут быть недозволенными, незаконными. Расстройство привязанности – очень коварная вещь. Например, если папа, мама не обнимают ребенка, или дефицит есть объятий, ребенок не привык обниматься. Это не значит, что вам не нужны объятия, это не значит, что это не ваш язык любви. У каждого человека есть все пять языков любви. Да, какой-то меньше выражен, но они есть все. То есть, очень важно понимать вот этот момент. Нам нужно понимать, что детям нужна любовь. Пока мы добиваемся следующей потребности. Дети нуждаются в предыдущей потребности. Да, признание их в том, что они нарисовали красоту. Ребенок, если нарисовал красивую картинку и несет нам ее показать, или хвалится какими-то оценками, это не вопрос признания. Это вопрос того, что он хочет получить обратную любовь, принятие. И это все время. Это все время. А мозг очень интересно устроен. Мозг, мужчина особенно, он заточен в квадратно-гнездовым способом. Мы думаем в одну единицу времени о чем-то одном. Женщина, к счастью огромному, это Божье благословение, я не знаю, как Господь создал женщину, но она думает о нескольких вещах одновременно, и это потрясающе. Если бы не женщины, наша планета бы давно исчезла. То есть, ну вы знаете, о чем я говорю, товарищи мужчины, да? Как женщина способна с этим работать? Вот на днях я посещал один большой адвентистский госпиталь, и CEO, Chief Executive Officer этого госпиталя, он заводит меня к себе в офис и говорит, вот мой босс, и показывает на своего секретаря женщину, естественно, которая, естественно, там держит все под... Она сидит, спокойно работает, улыбнулась. Понимаете идею? Господь создал эти вещи. Мужчина может настолько сконцентрироваться, что его не выбьешь с этого дела, а женщина способна делать несколько дел одновременно. И таким образом можно помочь детям быть счастливее. Как это происходит? Нам нужно время, чтобы в эту реализацию потребностей его вкладывать. Где взять время? Хороший вопрос. Мы нужны друг другу, и это как бы круговорот. Как растянуть время? Первый момент, я буду по каждой загадке, сегодня три загадки, я буду говорить четыре простых аспекта. Первый способ растянуть время – это молитва веры. То есть, когда вы молитесь, время как бы останавливается. Вы молитесь, мы должны просить о том, чем мы можем поделиться прежде всего. То есть, мы должны просить, например, о любви. Не хватает нам любви или не хватает нам прощения. Что нам нужно ребенку проявить, чтобы оно появилось? Вот об этом нужно просить. Услышали, да? Это книга «Наглядные уроки Христа», 142-я страница. Вестница Божия пишет. Мы должны просить о том, чем мы сможем поделиться. Следующее, о чем она пишет. Он жаждет, чтобы вы пришли к Нему с верой, чтобы вы ожидали великого от Него. Знаете, вот мыслите… Вот есть такое выражение американское «think big», то есть, думай крупным масштабом. Бог большой. Позвольте ему решать большие вопросы. То есть, то, что вы можете решить, но это мы можем решить. Зачем его об этом как бы сильно просить? Тут больше нужно просить о том, что мы не можем решить. Глобальные вещи. Например, нам не хватает времени, нам не хватает любви, нам не хватает понять ребенка. Об этом нужно просить. Никогда не нужно впадать в отчаяние и не говорить о безнадежности своего положения. Это следующий момент молитвы веры. То есть, когда мы молимся, мы благодарим Бога, как будто это уже произошло, как будто это услышано. Ты говоришь, Господи, спасибо тебе за то, что будет. Это важно. Это не самообман, это не аутогенная тренировка. Ты говоришь Господу, Боже, ну ты же обещал. Понимаете? Богу нужна наша уверенность, потому что наша уверенность позволяет нам его потом и отблагодарить, потому что мы знаем, что это только он делает. А ему нужно, чтобы мы жили в ощущении благодарности. Именно ощущение благодарности позволяет нам духовно расти. Духовный рост влияет на наших детей. Когда вокруг бегает мама, которая все время тревожится, которая все время переживает и говорит об отчаянном положении, смысл воспитывать ребенка в христианстве, когда вы тревожитесь. Где же ваш Христос? Где же ваш Бог? Он что, умер? Понимаете идею? Это каждая задача каждой мамы. Постоянно вдохновляться. Потому что мы несем позитив. Иначе... А для чего мне быть христианином? Ребенок же здраво мыслит, адекватно. Он говорит, мама, зачем я буду... Вот ты ходишь в церковь, ты молишься, но ты нервничаешь. Где логика? What's the issue? Где, собственно, смысл от того, что ты... Где твоя она, эта вот, вера как бы? Ребенок задает этот вопрос. И при этом он видит людей, которые счастливы и радостные, и скачут на трех ногах. Понимаете? Ну, это же просто. Каждый хочет быть счастливым. Но при этом оказывается, что счастье – это побочный продукт смысла жизни. И лукавый пытается нас все время кормить побочным действием. А у нас смысл жизни – это реализовать себя в семье, помогать, расти, продвигать этот вопрос. И вот тут как раз этот момент. Никогда не впадайте в отчаяние или говорите о безнадежности. Нет. Говорите и действуйте так, как будто ваша вера непоколебима. 146-я страница книги «Наглядных уроков Христа». Как будто все. Вы знаете, что будет все хорошо. Два часа назад я получил смс-ку от близких людей о том, что их дочь больна раком. Я знаю прекрасно эту девушку. Ей 22 года. Она дочь служителя. Вы думаете, что это легко? Но я думаю, что это нелегко. У них впереди предстоит много всего пройти. Да, там еще не самая страшная ситуация, но, извините меня, рак – это штука такая. О чем? Мы начинаем. Мы не говорим об отчаянии. Я написал смс-ку. Говорю, я знаю, что Господь проведет своим чудным путем. Двигаемся дальше. Понимаете логику, да? Почему пациент любит, когда врач уверен? Знаете почему? Потому что он сам не уверен. Иногда нам нужно выступать как врач для своего ребенка. Вы знаете, вы прошли этот путь. Понимаете? Вы знаете. Ребенок теряется. Он не был еще подростком. Он еще не был в этом возрасте. А вы уже были. Мы уже были в нем. Это так же, как в бизнесе, когда вы приходите к старому там такому умудренному опытом человеку и говорите, вот так, вот так, как с этим быть? В моей жизни, я помню, там был очередной кризис у нас в клинике, там чего-то не хватало, каких-то финансов. И у меня уже такое. Я сажусь, пишу письмо доктору Харту, это президент Лома Линда Хеллс. У него 14 тысяч сотрудников, но мы с ним знакомы, у меня есть его электронный адрес. Я ему пишу письмо. Доктор Харр, так и так, у нас в клинике там ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Уже устал, постоянные вопросы там, не хватает средств, не хватает этого. Ну, это было несколько лет назад. Слушайте, через полчаса пришел ответ. Ну, Бог побудил его ответить. Он пишет. Дорогой Юрий, я прочитал твое письмо. Спасибо, что поделился опытами, в том числе своими переживаниями. Ну, не переживай, мы все прошли через это, все будет хорошо, это нормальный путь. Успокоил. Он успокоил меня. С одной стороны, я думаю, ну, ничего себе. С другой стороны, я не просил у него денег, понимаете? Я просто дал ему, как бы, выплеснул. Он опытный человек. А он говорит, да не переживай, мы все этим путем шли. Это нормально. На этом этапе развития клиники, когда клинике три года, всегда есть финансовые трудности. И я это меня успокаиваю. То есть, если человек, корабль, большой танкер говорит, все нормально, ничего. Ваша лодочка дорастет до размеров крейсера. Понимаете идею? То есть, это наша задача, вдохновлять детей. Но на это нужно время. Это загадка времени. Дети должны видеть это вдохновение. Они видят это боковым зрением. Как мы готовим пирожки? Как мы готовим борщ? Как мы вдохновляемся, если там у нас сбежало молоко или что-нибудь еще? Или мы нервничаем? Как мы преодолеваем эти рядовые и не очень рядовые трудности? В подлинной вере, пишет Вестница Божья, есть оптимизм, стойкость принципов и целеустремленность, над которыми не властны ни время, ни испытания. Слышите? В подлинной вере есть такое, над чем не властны ни время, а это секрет, ни испытания. То есть, это время, которое продолжается в вечность. Об этом говорит Иоанн в 5.24. Истинно, истинно говорю вам, он, цитирует слова Христа, верующий в меня и слушающий слова мои, имеет жизнь вечную. Я не думаю, что Бог наш мечется и бегает и говорит, что делать с этими людьми, я не знаю. Нет. У него все давно спланировано, все организовано. Бог верен каждому своему обещанию. С Библией в руках обратитесь к Нему и скажите, Господи, я сделал так, как Ты сказал, а теперь обращаюсь к Тебе согласно Твоему обещанию. Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете, стучите отворят. И все, и мы ждем. В этом загадка времени. То есть, первое, нужно просто молитва веры. Спокойная, уверенная. Второе, чтобы успеть, нужно не спешить. Есть такой замечательный человек, который 25 лет назад написал не менее замечательную книгу. Называется она «Семь навыков высокоэффективных семей». Стивен Кови его зовут. Его бестселлер – это «Семь навыков высокоэффективных людей». Но есть его книга «Семь навыков высокоэффективных семей». Я буду часто к ней обращаться на этой неделе. Это верующий человек, у которого 9 детей. Это известнейший бизнес-спикер, христианин, прекрасный человек. И вот он говорит о седьмом навыке. Он описывает разные там навыки, как нужно общаться, как нужно делать то или это. И седьмой навык, последний, он говорит – затачивайте топор. То есть если вы хотите успешно рубить лес, дрова, вам нужно затачивать топор. А для топора, для заточки нужно время – отдыхать. То есть чтобы успеть, нужно не спешить. Общаться с детьми, устраивать праздники, устраивать обеды, устраивать традиции, служение, работа совместно. Не так давно, буквально осенью, я услышал потрясающий доклад одной из американских психологических ассоциаций детских. Удивительная вещь. Если вы хотите на 40% снизить вероятность употребления всяких веществ вашим ребенком, ранней половой жизни, короче, всякого негатива с ребенком связанной, просто обедайте, завтракайте или ужинайте с ребенком пять раз в неделю. Все вместе. Совместно. Вы слышали об этом? Пять обедов или завтраков, ланч, неважно, breakfast и dinner – все у вас будет в порядке. Ребенок – вы будете разговаривать разговоры. Ну, только не выяснять отношения за столом, а общаться за столом. Пять раз в неделю. А теперь спросите себя, сколько раз в неделю вы едите со своим ребенком. Обычно, когда ребенок маленький, он сидит у тебя на коленях, ты кормишь его не пять раз в неделю, а двадцать пять раз в неделю, потому что он без тебя есть не может. А потом начинается период я сама. Но вот это я сама мы тоже начинаем. Мы говорим, ох, отлично, у меня время освободилось. Нет, оно не освободилось, оно потерялось. Дорожить временем нужно. Это время обедов. Запомните, это ваше домашнее задание. Пять раз в неделю собираться со своими детьми. Если уже дети родили детей, значит, приезжать и обедать с внуками, или завтракать, или ужинать, я не знаю. Нужно это сделать. Это должно быть частью нашей традиции жизненной. Вы увидите, вы увидите результаты. По себе скажу, я еще до этой удивительной информации принял решение, что я буду завтракать с детьми, потому что другого времени реально, ну нет, расписание никак не совпадает. Тем более я худею, не ужинаю. Пить с детьми сок, это как-то неинтересно. А Даня у меня сядет, рубанет где-нибудь полдесятого какую-нибудь вкусняшку, вот и все. Ну, у нее молодой организм. Поэтому я с ними завтракаю. А они рано встают в школу. Дети же обычно рано завтракают. А если еще они, а это значит, надо научить их завтракать. Потому что некоторые дети говорят, я позавтракаю потом, или родители, я сажусь с ними и завтракаю. Я неважно, там проспал или не проспал, зомби, я не зомби. Я пришел за стол и с ними кушаю. Пятнадцать-двадцать минут мы посидели, пообщались. Сначала это необычно, но потом это становится неотъемлемой частью. Это становится традицией. Это становится частью тебя. Даже если вы в командировке, ну включите этот, что там у вас. Телефон, смартфон. Они по ту сторону едят, вы по эту сторону едите. Какая разница? Мы едим. Мы общаемся. Чтобы успеть, нужно не спешить. Нужно создавать эти совместные времяпровождения. Третий аспект времени, загадки времени, это дорожить временем. То есть распоряжаться им смиренно. Время нам не принадлежит. Это ощущение, что оно твое. Оно не твое. У меня нет времени, это неправильно. Его нет ни у кого. Оно не наше. Время принадлежит Богу. Оно течет. Поэтому наша задача планировать, как никогда раньше. Потому что когда ты планируешь, ты мудро распоряжаешься тем, что тебе Бог дает каждый день 24 часа. Поэтому каждый день нужно звонить жене и детям. Я этого раньше не понимал. Уезжаю, например, в командировку на 5 дней. Ну и раз в день позвоню жене. Там 3 минутки поговорили. Через неделю приезжаю. Она говорит, я от тебя отвыкла. Я уже не говорю про детей. Я там говорю детям, передай привет. И меня это раздражало. Ну как отвыкла? Я от тебя не отвык. Я скучился. Ребята, братья и сестры, услышьте меня. Как только я начал где-то 20 минут телефонного разговора, 30 минут телефонного разговора, с ребенком поговорить. Это совсем другое вообще состояние. Ты чувствуешь себя хорошо. Жена чувствует себя хорошо. Ты возвращаешься в естественную среду обитания после командировки. Потому что вы ведете общение. Вы разговариваете. Это колоссально важно. Каждый день звонить жене и детям. Каждый день. При этом не важно, вы находитесь в одном городе или в разных. Это наша задача. Отправить смс-очку, отправить какое-то сообщение. Например, я пользуюсь тиктоком. 42-летний человек пользуется тиктоком. Почему? Да потому что мой ребенок пользуется тиктоком, поэтому мы с ней делимся разными интересными впечатлениями. Понимаете идею? То есть задача детям. Нужны, конечно, планшеты и смартфоны. Но им важнее поговорить, поделиться. Вот это вопрос планирования. Время нам не принадлежит, поэтому им нужно распоряжаться. Господь говорит, хорошо, добрый, верный раб. Если ты распорядился этим даром времени, я тебе еще добавлю. Я увеличу твое время. Время – это такой же драгоценный талант, как и другие ресурсы. Он может увеличить нам это время. Может? Может. И четвертый компонент загадки времени – это уважать родителей. Это обетование пятой заповеди. Помните, да? Чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог дает тебе. Что нужно делать? Шануватый батьки. Пошана. Уважение. Это чрезвычайно важный аспект. Дети видят это. Как мы относимся к своим бабушкам, дедушкам, как мы относимся к своим мамам, папам. Это бесконечный круг вдохновения для детей. Потому что это… Ну, здесь мне нечего сказать. Это само за себя говорит. Подумайте, как мы относимся к своим родителям. Даже если они умерли, как мы о них вспоминаем. Даже если они сейчас живы, даже если недалеко. Как мы этот вопрос делаем? Как мы это решаем? Это важный очень аспект. Уважать родителей. Это удлиняет наше время жизни. Вот на этой земле. Значит, это дает нам вдохновение для вечной жизни. Есть в психиатрии такое интересное заболевание. Это очень… Ну, все психиатры его не любят. Это даже не заболевание, это расстройство. Это расстройство, которое сопровождает некоторые душевные расстройства. Называется это расстройство синдром деперсонализации, дереализации. Очень нехорошая штука. Очень нехорошая штука. И самое главное, протоколов лечения этого состояния практически как бы особо нет. Вот сложно подобрать. Что это такое? Деперсонализация, дереализация – это состояние, например, при депрессии возникает, когда человек не понимает… Он живет как бы сквозь тусклое стекло. Или как бы живет в черно-белом мире. Или он не ощущает, что он я. Он не ощущает даже свое тело. Вот как-то он по-другому себя чувствует. Это очень непередаваемое, очень нехорошее состояние. Оно может тянуться годами. Очень болезненная вещь. Очень мешает человеку ощутить себя по-настоящему. При этом замедляется ощущение времени. Оно даже уходит, как бы, чувство времени. Поэтому, друзья мои, чтобы… Давайте не будем доводить себя до таких синдромов. Время вполне реально. Мы вполне реальны. Наши дети вполне реальны. Давайте будем вкладывать в них время. Даже если они не готовы нам отвечать. Господь побудит их. Молитва веры, планирование, совместное времяпровождение и уважение родителей. Вторая загадка, о которой я хотел бы поговорить. Перед тем, как о ней поговорить, я хочу сказать, что мы, помните, мы все члены одного целого. Это семья. И это значит, что так задумано. Это замысел, это дизайн. Дети, часть этого дизайна, это живой дизайн. Поэтому время – это то, что мы должны вкладывать. Вторая загадка – это загадка гордыни. Я не очень люблю тему гордыни. Почему? Потому что это болезненная тема. Самый больной мозоль – это гордыня. Особенно, когда работаешь, консультируешь. В чем особенность гордыни? Ну, поясню вам ситуацию. Например, ну, несколько, может быть, недель или месяцев назад я постоянно консультирую такие случаи. Приходит ко мне женщина, у нее там есть дети, она развяжлась с мужем, верующая семья, протестантская конфессия. Она говорит, муж меня там больше 10 лет бил. И при детях, сначала не при детях, потом при детях, я в синяках. Ну, говорит, я наконец нашла в себе смелость и ушла от него. Вот он там сейчас где-то в другой стране живет, там передает. И там, ну, как бы, периодически там свои типа алименты или что он там передает. Она, конечно, уже превратилась в жертву, у нее синдром жертвы, там свои особенности, патологические отношения. Дети не хотят видеть отца. Ну, по понятной причине. Потому что им тоже доставалось от него. Он классический насильник. То есть, по-английски abuser, по-украински кривник. То есть, человек, который приносит деструктивную физическую боль, физическое насилие. Ну, насильники есть нескольких типов. У него, знаете, какой тип? Я знаю всегда этот тип. Он мне звонит. Ну, во-первых, он мне позвонил там 20 раз за два дня, пытался дозвониться до меня. И звонит мне таким нежным голосом. Знаете, вот таким нежным голосом. Доброго дня. Это вас турбует такие-то, такие-то. Моя дружина была у вас на консультации. Вот у нас есть проблемы. Я говорю, да, у вас есть проблемы. Серьезные проблемы. Это с учетом того, что в первом браке моя мама ушла от моего биологического отца, потому что он поднимал на нее руки. У меня аллергия на абьюзеров. Я говорю, да, у вас проблемы. Говорю, вы били жену. Да? Слышите? Да? Как будто, знаете, типа это был я, не я, и хата не моя. Это первый момент. Это вот такая дереализация. Типа, да вы шо? Следующий вопрос. Я говорю, да. А что, есть доказательства? Я говорю, да, есть доказательства. Ваши дети видели. Ну, может, было там несколько раз. Слышите, за 12 лет несколько раз. Несколько, сотен раз, наверное. Это очень момент интересный. Это загадка гордыни. Если человек гордый, у него такое ощущение, что он реально слепой. Поэтому я не люблю эту тему. У гордыни есть две ноги. У гордыни есть две ноги. Это жалость к себе и обвинение других. Услышьте меня, пожалуйста. Жалость к себе и обвинение других. Это две ноги гордыни. Постоянно человек на них двигается. Если он гордый, он будет... Вы заметите, вы сразу заметите. Вы в его риторике, вы в его отношении к жизни. Он себя жалеет. Он такой весь обиженный, несчастный, бедный. И почему-то все иншие погани. Ну, простите, периодически перехожу на реднесеньку украинскую. Значит, это очень интересный момент. Вот если человеку поломать эти ноги, не знаю, переставить их, пересадить, все становится на свои места. Но вот эти две вещи, жалость к себе и обвинение других, они приводят до гибели. Что самое интересное, в конце концов, человек в своей гордыне становится одиноким. Потому что никто не хочет с ним общаться. Он может привлекать других, конечно, деструктивных людей, но с таким человеком все равно некомфортно. Некомфортно. Это очень опасное слово. Знаете, есть такое, очень короткое, я. Очень опасное слово. Вы знаете, что Вестница Божия пишет о том, что у Бога есть классификация грехов. Знаете ли вы об этом или нет? Но у Бога не все грехи одинаковые. Абсолютно. У Бога есть классификация грехов. И есть самый тяжелый грех. Притчи 6 глава, 6 по 19 текст. Там идет классификация грехов. Вот 6, что недовидит Господь. И даже 7, что мерзость в душе Его. И первый грех в этой классификации стоит глаза гордые. Понимаете, о чем речь? Если ты заблудился где-нибудь в какой-то ориентации, в каком-то половом влечении, это Бог еще может как-то исправить. Но если у тебя глаза гордые, это вообще сложно. Это вообще сложно. И я реально, я вот сейчас веду напряженную психологическую работу с самим собой, изучая литературу, как помочь абьюзерам, вот этим мужчинам, которые бьют своих жен. Или которые, ну, это вершина гордости, одна из вершин гордости. Ну, есть более простые, когда просто мужчина не просит прощения или женщина никогда не просит прощения. Не так давно я просто улыбался, один мой приятель мне звонит, у него, я знаю его жену, она всегда права. Всегда. Вот 15 лет они там, не знаю, 20 лет живут, она всегда права. Она сделает все, чтобы вот он понял, что он виноват. И дошло до того, что она начала флиртовать с другим мужчиной. И что вы думаете? Он виноват. Ну, тот мужчина само собой виноват. Ну, понимаете, гордыня, если ты не упадешь на этот камень, он тебя раздавит. Так говорит Слово Божие. Если ты не упадешь, он тебя раздавит. Я не знаю, кто-нибудь из вас, у вас есть The Chosen? Это сериал о жизни Иисуса Христа. Кто смотрит этот сериал? Вот, есть один мужчина с седыми волосами, еще есть кое-кто. Я рекомендую, я вообще терпеть не могу сериал, и вообще горячий противный, это единственный сериал, который стоит смотреть. Согласны? Потрясающий сериал, вот на этой неделе вышел во втором сезоне, вторая, третья серия. Если вы его посмотрите, ну, в каждой серии Бог дает возможность прослезиться. И в самой последней серии там идет канва напряженных отношений между Петром и Матфеем, потому что Матфей это мытарь. В первом сезоне Матфей, он постепенно приходит к Богу. Это очень непростая история, очень здорово снята, прекрасные, я вижу, как Господь их благословляет. Это прекрасное замечание. Это не голливудский сериал, это краудфандинг, они снимают на деньги, собранные народом. Народный сериал, причем очень высокого качества. The Chosen. Он есть веб, веб-стори, есть, по-моему, в Ютубе сейчас уже. Он есть и с русскими субтитрами, на английском языке. Но суть там, знаете, в чем? Вот, ну, это фишка сериала, то есть, тебя как бы держит напряжение истории. Ты-то знаешь, чем оно закончится? Ты же Библию читал? Но видно, как Петр, он просто вот такой весь сам из себя гордый человек. Вот он такой хороший, но вот это гордо сидит. Он просто не любит, терпеть не может этого Матфея. Он не может понять, почему Христос взял его в ученики. Это же Мейтерь! Это человек, который драл с нас деньги. И это настолько видно, понимаете? И Мария Магдалина, пытаясь смягчить отношения вот там у них в этой атмосфере между учениками, она говорит о Христе. He is not waiting on us to be holy. He is here because we can't be holy without Him. И Иисус не ждет, чтобы мы были святыми. Он здесь, потому что мы не можем быть святыми без Него. Наша святость не ведет нас ко Христу. Это Он нас ведет к святости. Глубоко и правильно. Это помогает гордость раздавить. Вестница Божья пишет, именно поэтому это прививка от гордости. Знаете, вот есть там раз в году или раз в сезон делается прививка от гриппа, вот от короны сейчас все прививаются. От гордости прививка должна быть ежедневной. Вестница Божья пишет, каждый день нам следует около часа проведить времени в размышлениях о страданиях Христа. Помните такое? Почему? Потому что, когда ты читаешь, как Его распинали, как Его, как Он уходил из жизни, как Он терял все, как Он терпел и страдал, ты понимаешь, кто я такой? Вот это важный момент. Это важный момент. Убирать эту привычку жалеть себя и обвинять других. Убирать ее. Это задача, которая непростая. Если мы не умеем просить прощения, если мы увиливаем, это верный индикатор гордости. Верный. Не просить прощения, это одна из загадок, но она очень проста. Гордыня. Вот весь ответ. Она есть. Маленькая яшечка такая сидит в душе. Маленькая. Она может быть даже такая обиженная, знаете, такая задавленная, но она я. Последствия прикармливания своего я, они очень такие. Это такое, знаете, маленькое рабство. Поэтому четыре простых момента, как работать с этой загадкой гордыни. Первое. Усомниться в себе. усомниться, что я прав. У меня такое ощущение, что гордыня похожа на бред. Знаете, что такое бред у психиатров? Бред это стойкая, неизменяемая мысль о чем-то. Например, человек уверен, что его хотят убить или к нему кто-то плохо относится. И никакие лекарства, никакие переубеждения не помогут. Может быть, на 5-10 минут, 15 он согласится с вами. Но потом эта мысль снова приходит. Это сидит стойкая, бредовая идея. Вот у меня такое ощущение, что гордыня похожа на эту штуку. Она сидит. Поэтому надо позволить себе первое, усомниться. Второе, посмотреть со стороны на то, как мы думаем. А для этого нужно спросить честно других людей. Есть такая психологическая игра, в молодежи она принята бывает. Называется «Горячий стул». на молодежных рекомендую. Но так, с осторожностью. «Горячий стул» это сидит компания друзей. Желательно поближе, чтобы люди были, хорошо знакомы. Ставится стул в центр круга, садится один из людей, и ему сначала высказывают все, что о нем думают. Ну, то есть, все, что хотят, чтобы в нем поменялось. все по очереди и по-честному так, знаете, нормально. А потом следующим кругом наоборот говорят все, что у него есть самого лучшего. Я пару раз проходил такое. Я вам скажу, это не просто сидеть. Но если в тебе гордыня, ты можешь вообще там на месте получить маленький инфаркт миокарда вот с таким рубцом. Это очень полезное упражнение. Посмотреть со стороны на то, как мы думаем, как мы живем, послушать других людей. Никто вам не скажет правды, как ваша жена или ваш муж. Никто. Так, но вы, пожалуйста, организуйте себе горячий стул из более широкого круга друзей. Усомнитесь, послушайте и ничего не отвечайте в ответ. Кстати говоря, в этой игре нельзя ничего отвечать в ответ. Нельзя оправдываться, нельзя говорить, да, ну нет, я не такой хороший. Нет, просто сидеть и слушать. Желательно закрыть глаза, иначе просто сгорите. Третье. Поверить в то, что о вас говорят ваши близкие люди. Не те, которые там знаете, а ваши близкие люди. Что они о вас говорят? Которые вас любят. Потому что друг, это человек, который знает о тебе все и после этого продолжает тебя любить. Это мое любимое определение дружбы. Поверить в это. четвертый, последний пункт разгадки загадки гордыни каждый день сшибать корону. Вот не знаю, что это должно быть, какой предмет, но корона должна слетать с головы. Этот вирус надо лечить каждый день. Каждый день. Вот у нас у музыкантов, я себя тоже к музыкантам перечисляю, люблю петь, есть такое правило рушныка. Полотенце. Каждый музыкант должен иметь полотенце, знаете почему? Чтобы каждое утро смахивать звездочки с лба. Звездная болезнь музыканта христианина. Ну, понятно, не христианина, тем более. Надо это делать, потому что тебе лукавый расскажет, ты так прекрасно выступал, такой молодец. Нет, это Бог тебе дал этот талант. Тебе как перемкнут голосовые связки и все. Это важно. Правило рушнычка это не только для музыкантов. Ну, или бита какая-то должна быть. Просите жену, близких людей, чтобы вам сшибали корону. То есть, напоминали, приготовься, поставь голову. Пусть это будет в игровом мотиве, но человек должен знать, папа, ты перегнул палку, мама, как только вы начнете соглашаться с этим, ну, сначала позвольте Христу, пусть он снесет с вас эту корону. Он сделает это мягко, красиво, если вы не согласитесь, то, поверьте мне, будет больнее. Жизнь научит. Очень больно. Третья загадка это загадка нежности. Загадка семейной жизни это загадка нежности. Самый дефицитный товар. Самый дефицитный. Римлянам 12.10. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, говорит апостол Павел. Как? С нежностью. Там в оригинале стоит очень интересное слово. Филиос торгас. В древнегреческом языке есть несколько слов про любовь, которые там. Фило, филио, эрос, сторге и агапе. Мы все знаем слово агапе. А нежность это филос торгас. Слышите? Это двойная такая особенная любовь. Что это такое? Вот знаете, я сегодня у моих замечательных как это по-английски стоять? Хостс. Те, кто меня принял к себе домой. Семьи Тани и Игоря. У них дома там есть такие две штуки. Одна называется Олегсца, а вторая Гугл. Такие, короче, две штучки стоят. И там Олегса, и там ты задаешь ей вопрос, и она тебе отвечает. И я спрашиваю Олегса, do you like tenderness? Олегса, тебе нравится нежность? Она мне отвечает это неприличный вопрос. Я спрашиваю у Гугла, там есть Гугл. Окей, Гугл, do you like tenderness? Гугл говорит, я не понимаю, о чем вы говорите. Отвечает мне Гугл. То же самое я спросил у Siri своей, которая у меня в айфоне. Говорю, тебе нравится нежность? Я не могу ответить на этот вопрос. Слушайте, это очень дефицитная вещь. А нежности не так много не то, что в интернете не найдешь, жизни ее не так много. И по игре слов самое популярное место для знакомств это не tender, это tinder. Одна разница в букве, но ничего общего с нежностью не имеет. Нежность это очень дефицитный товар. У меня маленький вопрос. Вот представь, когда я говорю слово нежность, представьте себе, что к вам приходит в голову. Первое, какой образ, какое слово. Можете поделиться? Объятие. Эмпатия. Что? Мама. Ухаживание. Еще? Кто представил мужчину, который держит ребенка, такого маленького, большой мужик, маленького ребенка? Нежность это что-то необычное. Нежное прикосновение к душе оставляет глубокие следы. Красивое выражение правда? Нежное прикосновение к душе оставляет глубокие следы. Нежность не бывает одинокой. Туман нежности обволакивает горы тоски. Мужская нежность лучшая колыбельная для женщины. Стучите нежнее и двери откроются. Каким бы ты ни был сильным, чья-то нежность всегда сильнее. Как глазам нужен свет, так сердцу нужна нежность. Люди нежны потому, что любят. Нежность это не эмоция, как говорит об этом Википедия. Википедия, вы знаете, она не права. Не пользуйтесь Википедией, если вы не уверены до конца в том, что она вам расскажет. Нежность это не сюсюканье. Нежность это индикатор номер один настоящей любви. а реакция на нежность это индикатор номер два настоящей любви. Нежность это индикатор номер один, а реакция на эту нежность. Почему? Потому что в четыре момента, которые я бы вам в конце сказал о нежности. Первое. Сначала прощение, потом нежность. Второе. Сначала любовь, потом нежность. Третье. Сначала разговор, а уж потом нежность. И четвертое. Сначала наполниться нежностью, а потом нежность давать. Сначала простить, а потом проявлять нежность. Сначала принять прощение, а потом быть нежным. Сначала любить, потом быть нежным. Сначала разговоры разговаривать, а потом лезть обниматься. Сначала наполниться нежностью, чтобы было что вылить. Время, гордыня и нежность. величайшие загадки семейной жизни, в которых есть прекрасные ответы. Давайте будем уделять время, сносить корону, кушать с нашими детками, наполняться нежностью и проявлять ее. Давайте отдавать все, жертвовать, как никогда. Услышьте меня, пожалуйста, как никогда. В этот мир лучше не станет. Услышьте меня? Лучше этот мир не станет. Вот здесь сидит сестричка, которая работает в местной психиатрической клинике. И она машет головой, этот мир лучше не станет. Пациентов меньше не станет. И чтобы нам не стала дорога туда, куда нам не стоит, давайте отдавать, как никогда, нашим детям. нашим близким, нашим супругам. Заплатить полную цену и получить все, что нужно для счастья. Быть, а не присутствовать. Осознанно быть дома. Без гаджета, глаза в глаза. Разговаривать разговоры. занимать больше места в жизни наших детей, наших супругов. Активно слушать, но об этом в следующий раз. Я приглашаю вас расти к Господе. Я приглашаю вас расти в Нем. Засомневаться, открыться, услышать Его и увидеть, как благ Господь. Если вы хотели бы еще расти, а предела совершенства нет, я приглашаю вас в знак согласия подняться для молитвы. Отче Неба и Земли, Ты такой терпеливый. Господи, нам бы столько терпения, хотя бы чуть-чуть, как у Тебя. Нам бы столько нежности и заботы, как у Тебя. Нам бы, Господи, столько любви, хотя бы, чтобы хватило на нашу семью. А она бесконечна. Господи, и Ты готов это сделать. Ты говоришь, вкусите и увидите, как я влаг. Отец, в молитве веря мы просим Тебя. Господи, Ты сказал в Слове Твоем, просите и получите. Стучите, и вам отворят. Ищите и найдете. Господи, мы будем искать. И я благодарю Тебя за то, что Ты ответил на эту молитву, за то, что Ты дашь ответ и дальше. И за то, что мы будем еще радостнее, успешнее в реализации смысла жизни. И счастливее от понимания того, что мы идем верным путем дорогой вечной жизни. Слава Тебе за услышанную молитву, наш дорогой Господь. Отцу, Сыну и Святому Духу слава. Благодарность великая. Аминь. 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 Продолжение следует...